Идеальный мир, конечно, не существует, но вот я исхожу из философии доверия. То есть, несмотря на то, что люди какие-то там подводят, доверие все равно это самое важное, что движется там в бизнесе, не знаю, в сфере гостеприимства. То есть, общестандартные практики, там, кнут и пряник, они, наверное, не столько работают, как именно доверие. Что такое доверие? Доверие, это не в первую очередь доверие между гостем и сотрудником компании, это доверие между начальником в компании и подчиненным. Потому что в большинстве случаев начальник не доверяет сотруднику, он ему дает практику кнута и пряника, то есть указывает, что нужно делать и как делать, и штрафует его за то, что если он сделал это неправильно или не так, как он ему сказал. А почему это идет? Потому что каждый начальник будет потерять свое место. И он не развивает там сотрудника, а лишь пытается им управлять, то есть указывать, куда его можно идти, куда нельзя, сделал это, получил там премию. Сделал не так, как я сказал, получи штраф. В нашей сфере, в сфере гостеприимства, нужно показывать какой-то исключительный сервис, тот, по крайней мере, к чему мы стремимся. Я, допустим, вот всегда стараюсь, ну и стараюсь, и по жизни иду с тем, что договоренности – это самое главное. То есть если ты человеку пообещал, ты в любом случае делаешь, даже если для тебя это невыгодно, или там очень сложно, иначе зачем обещать. И так ждешь этого от других, но другие порой как бы тебе это не дают. Ты с человеком о чем-то договорился, особенно там с одним из ключевых управленцев, а он приходит и говорит, слушай, надо поговорить, я там завтра ухожу в другое место. Думаешь, вроде там построены планы, и мир рушится просто под ногами, потому что ты все спланировал на работу с ним. Приходится очень быстро перестраиваться. То есть таких ситуаций было там 2-3, наверное, прямо с ключевыми сотрудниками. И вот это вот больно и сложно. Больно, потому что ты думаешь, что тебя предали. Есть такое ощущение, хотя вроде ты с человеком договорился, и ты считал, что договоренности, они, наверное, самое важное, что есть. На самом деле это иллюзия, как многие думают, что работая на себя, ты можешь там выделять то время свободное, когда хочешь, самому себе. На самом деле это не так. Ты становишься как бы заложником работы, заложником своего дела, и у тебя времени на себя практически нет. Но работая на себя, ты в первую очередь несешь ответственность, самая главная, наверное, ответственность за то дело, которое ты делаешь. То есть как его воспримут там потенциальные клиенты, либо гости, да, как в нашем случае, как его воспримут твои сотрудники, какое ты отношение будешь вести по отношению к ним. Мне очень радостно, когда тебе говорят, что спасибо, принесу взаимодействие с тобой. Мы там чему-то набираемся в каком-то опыта, ты нас там развиваешь, либо мы выходим на какие-то новые для себя грани, перепоступаем. Но опять же благодарят за тот уровень комфорта и сервиса, который оказывает твоя компания. Вот это, наверное, ценность. То же самое, что и для любого человека, это признание качественной выполненной работы. Вот основная ценность. Не про деньги разговор. Я бы, наверное, я не от денег начинал эту сферу, а начинал именно от того, что нравится ей заниматься.